Добрый день, уважаемые члены коллеги, приглашенные. В Чюргене мы проводим заседание бюллинга, за счет в районной результате администрации, на котором будет рассмотреть сельскохозяйство и готовность к уборке ранних, зерноводких, кормовых, закомратных. В заседании коллеги принимают участие руководители всех фермерских хозяйств, председатель местных советов, руководители, подразделения, управления района, то есть весь руководящий состав и активно их. Облата от состояния подготовки хозяйств района, сбор ранних, зерноводких, кормовых, которые выражают в 2050 году, предоставляется к адресу, культуру Андрееву. Добрый день, уважаемые члены коллеги, присутствующие. Сегодня мы собрались, чтобы создать вопрос о планторе уборки ранних, зерноводких, урожайных, 60-х годов. Вовремя, устроенные же земли и недостаточное количество осадков весной, а именно 45% от нормы, внесли свои реактивные коллективы посевы ранних, зерноводких культур и его посевы о земных культур, которые составили у нас в районе почти 90%, 7,5 тысячи векта. При этом уборок составил около 8 миллионов рыб. В результате рыбели и сельхозпредприятия получат не только ожидаемого вала товарного зерна, но и сменного материала, который нам понадобится уже в ближайшее время для проведения посева под урожай будущего года. По предварительному расчету, нефатка семян состоит около 1000 тонн. Но самое главное, то, что хозяйственные допущили более 15 миллионов рыб на народных средств, которые необходимы нам уже завтра для проведения семейного комплекса и работ. И теперь перед руководителем стала такая идея, где брать эти деньги. Часть из них руководители сельхозпределены яркими культурами. Но эта работа также не дала ожидания результатов. Как последствия, в лесене засадки очень мало площадей посевы лечения находятся в хорошем состоянии. А посевы ярлотчины осталось всего 40%. По праву, урожайная сельхозпределена культур составит не более 13 центров. Она необходимо будет рассчитываться из арендума и земли, что составляет 4 миллиона 600 тысяч гривен. И по азиатой культуре не только в банках, но и в частных структурах, подзалог имущества, частного капитала. Поэтому задание из частного саду. Организованные беспокатки собрать оставшиеся вырешенные урожаи. По району подлежит к уборке 8400 гектаров ранних зерны, в том числе 1300 гектаров хозяйных культур, 5500 речменья, 600 гектаров сад. При этом неотъемлемой частью в своевременной уборке урожая является обеспеченность зерноуборочной техники. От первого до последних дня в сортни необходимо максимально задействовать в работе всю имеющуюся уборочную технику. Для проведения уборочного комплекса в 2010 году хозяйство районных имеют собственных 58 компаний. Продолжение следует... Продолжение следует... Не окостициды, так уж не достанно носилися, закопленные сантами, в основном селекцией, которые в них есть хорошими для урощения в нашей зоне. Все это привело к тому, что мы на сегодняшний день маем. Много господарств ведут, так сказать, каждый день борьбу с лечными школьниками, такими, как Топчеряпашка и Кузька. Но время не стоит, и нужно подготовиться к оборудованию сегодняшнего, который мы можем еще разобрать. В первую очередь ведется подготовка торгового господарства. Это и складские помещения очищаются от лески и серна, и дезинфикуются, и ремонтуется земляно-очисная техника, и земляно-оспиральна. В нашем районе практически все господарства завершили уже подготовку господарств, и складских помещений и таков, и больше половины земляно-очисной и земляно-оспиральненной техники готовы вам. На сегодняшний день, кстати, я хорошо скажу, она в внутреннем объем находится на первом этапе операции «Ургай». То есть это подготовительный этап, в ходе которого мы провели определенные мероприятия, сделали расстановку сил и средств, проанализировали определенные ситуации, которые происходили в прошлом году, предотвестить таких фактов, взяты под контроль. У нас лица, которые склонны к совершению такие поступлений, которые привлекались, проведена определенная работа с работниками ГАИ, подготовленных для новой группы, которые с момента начала уборки урожая, которые констатурировали специально по этому вопросу. Что касается практического этапа, хотелось бы попросить руководителей, чтобы они обратили особое внимание, это на сохранность, потому что он будет на работу золотой урожая, на сохранность его склады, для того, чтобы построить лица, но это беспрепятственно проникнуть. И также хотелось обратить внимание на сохранность техники, особенно того оборудования, которые используются, чтобы его не бросали в поле, когда уже сейчас есть металлисты, во всех хозяйствах, когда я собираю передал, а они не для шаги, а на сколько доброго. Ну и в состоянии, мы с которым будем делать состояние, и в состоянии обеспечения, готовые для охраны общественного проекта по всему миру. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...